Русский телос Сценария волшебной сказки и интегральной онтологической географии подвел нас к проблеме русской телеологии. Телос представляет собой фундаментальный аспект человеческой жизни. Жизнь человека организована вокруг оси принципиального момента, который является ее смыслом. Само человеческое наличие есть факт эмерджентного явления мыслящего присутствия, в основе которого лежит глубинный антический дискомфорт, который и составляет движущую силу и саму природу мышления, по крайней мере того мышления, который кон вслед за Чарльзом Пирсом определяет как символическое. Человек пребывает в мире не просто как элемент данности, но по какой-то причине и, главное, с какой-то целью. Именно поиск причины и цели выражает в себе собственное человеческое, то есть нескольное, проблематичное, резко и пронзительно различающее начало. Любой человек, когда он задумывается, ясно осознает, что живет не сам по себе, а для чего-то, для какой-то цели, к которой он постоянно, осознанно или неосознанно движется. При этом именно наличие телоса и составляет особенность человека и его отличие от других видов. По Аристотелю телоса как естественное место, а есть у каждой вещи, и к занятию этого места все эти вещи и стремятся, чем и объясняется. Но лишь человек возводит цель высшее достоинство, подчиняет ее осмыслению все свои силы. А естественным местом человека выбирает только центр всего мира, недвижимый двигатель по Аристотелю, который он отождествлял с Богом. Человек есть существо, тело, с которого проблематизировано и в каком-то смысле свободен. Следовательно, выбор цели предопределяет саму природу человека, которая, исходя из фундаментальной свободы, конституирует как раз выбор или определение цели. В отличие от других видов, человек проблематичен, и его становление ничем не гарантировано извне. Будучи сущностным свободным, он сам принимает решение о самом себе. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok